Прихо из Украины. Прихо из Украины. На моих ладонях море искрится, не расплескать бы водочку тихого счастья, смотреться в его глубину и вспомнить о небе, нас осторожно держащих в бережных теплых ладонях. Прихо из Украины. Почесывающих солнечных зайчиков, притаившихся на сохнущих на балконе подушках. Смех родительский молодой, изнутра самого раздающийся, взятый навеки с собой. А в утренний свет сквозь шторы светящий, ласточками исполосованный, жучками в погоне встреченный. Остается душа своим краешком, своей веточкой живет там, дышит листочками и цветет весными. И в конце земного странствия в последней пристани останется родной дом для вечности ставшей песню благодарения. Синим небом веду разговор, или дождь проливаю из сердца. Выхожу из своих берегов, выхожу, ибо некуда деться. И услышать хочу я тебя, твою волю понять и исполнить. Только ты можешь чашу наполнить и помочь ее выпить до дна. Главное, собственно, не свихнуться, когда летишь против ветра и режешь крылья. Важно помнить, что нервы под тонкой кожей могут обнажить свои лезвия. Слово может стать камнем, а душа — открыться доверчиво ветром. Главное, собственно, не свихнуться. Когда чувствуешь кожи расстояния, Добоишься смотреть след уходящему близкому человеку. Так и стоишь, закрыв глаза, улыбаясь, будто все хорошо. Главное, собственно, не свихнуться от жалости к себе и к другому. Ослепительный свет лучей во склопах надежд Скажет о том, что слишком многого хочется мне своего, а не твоего, Господи. Господи, возьми меня в свои ладони. Завтра я боюсь разорваться на тысячи осколков. Боже, возьми меня в свои ладони. Я так одиноко от ослепительно белых простыней, несомых ветром. Господи, возьми меня в свои ладони. Мне больно идти по осколкам разбитой сдержанности. Отче, закрой ставни души моей. Холодный ветер воролся и бьет по щекам. Возьми меня в свои ладони, Господи. Заканчиваю. Заканчиваю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Примерно.